АВИТАМИНОЗ АВИТАМИНОЗ принято считать полным отсутствием витаминов, но такого не может быть, потому что человек бы умер без витаминов. Мы привыкли АВИТАМИНОЗ называть в простонародье, но не в медицинской профилактике. И поэтому чаще мы используем такой термин, как дефицитарное состояние. А что же такое дефицитарное состояние? Тут уже подробнее вам расскажу. Дефицитарное состояние – это как раз-таки снижение или частичное отсутствие витаминов в нашем организме. Сейчас у нас у всех есть сонливость, утомляемость, повышенная раздражительность. Эти все признаки могут говорить нам косвенно о наличии дефицитарного состояния. Также, что еще может быть? Это сухость рук, сухость кожных покровов. Потому что сейчас у нас сезон отопления. Многим кажется, что это… Ну вот сейчас отопление включили, это у нас из-за того, что в комнате сухо или на улице погода уже стала такая серая. Но это может быть как раз-таки признаками дефицитарного состояния. Вот. Что еще из основных проявлений дефицитарного состояния? Это, конечно же, ломкость ногтей, выпадение волос, тусклый цвет кожи. Это все также нам говорит о том, что у человека есть дефицитарное состояние. А из-за чего возникает дефицитарное состояние? Дефицитарные состояния чаще возникают из-за несбалансированного питания. Потому что в основном мы как питаемся? На бегу у нас вся еда, или мы питаемся перекусами, или вообще просто не едим завтраки, особенно если опаздываем на работу. И вот представляете, мы лишаем себя таких продуктов, как помидоры, огурцы, зелень, в которой очень много витамина С, кстати, в петрушке. И организм начинает испытывать дефициты, допустим, по тому же витамину С. Он не проявляется сначала максимально, что мы заметили, все, мы недоедаем, и у нас проявляются сразу же витамины, дефицитное состояние. Это проявляется постепенно. Но самое важное, нужно запомнить, что из-за несбалансированного питания у нас появляются дефицитные состояния. Поэтому отдавать предпочтение лучше сейчас и все время. Это продукты больше, овощи, фрукты, зелень, конечно же, крупы больше. А как же мясо? Мясо? Как же рыба? Мясо тоже. Сейчас мы с вами как раз вернемся к мясу и поговорим больше о том, как дефицит мяса, рыбы сказывается на работе нашего организма. Допустим, смотрите, сейчас у нас такая не очень благоприятная ситуация по инфекционным заболеваниям, по коронавирусу в основном. И наш организм испытывает стресс. Стресс – это как одно из проявлений нехватки витаминов группы В. А как раз витамины группы В больше всего у нас находятся где? В мясе. Мясо, птицы, свинина, баранина та же, ягненок, рыба. Ну, рыба больше и полиненасыщенные жирные кислоты, которые тоже отвечают за мембраны клеток. И нам необходимы для устойчивости, то есть чтобы мы противостояли этому стрессу и всяким инфекциям, которые попадают в наш организм. Поэтому мясо, мясо необходимо есть. То есть мясо – это своего рода успокоительное, раз вы говорите, оно помогает справляться со стрессом. Тоже. Это как бы один из способов справляться со стрессом и плюс восполнять дефициты витаминов группы В. Раньше говорили весной или, например, осенью, что у меня витаминоз. У всех ли у нас есть витаминоз? Скажите, пожалуйста. Как такового витаминоза в истинном, то есть отсутствие витаминов у нас не у всех бывает. Организм разный и зависит от того, как мы питались летом и зимой особенно, как мы восполняли дефицитные состояния. То есть принимали мы какие-то дополнительные витамины, много ли мы ели овощей в этот зимний период. Потому что осень, как бы, может быть, и не так проявляется в дефицитарных состояниях, потому что было лето, мы восполнили немножко наши дефициты свежими овощами, продуктами, ягодами. А вот весной, даже уже ближе к концу зимы, начало весны, когда нету вот этих вот свежих фруктов, свежих овощей, потому что давайте посмотрим, откуда к нам везут овощи, фрукты. Их везут, срывая наполовину зрелыми. То есть к нам они доходят, дороги они дозревают, это уже половина, они как бы не приняли того, что им нужно было из витаминов. И к нам они попадают на стол, почти 30-20% витаминов в них еще остается. Поэтому именно весной мы испытываем больше всего нехватки витаминов, потому что нету дозрелых и зрелых вот продуктов, которые мы могли бы употреблять. А как проявляется нехватка дефицитов на работе организма, помимо вот стресса, как вы сказали ранее? Смотрите, ну я сказала, что раздражительность может быть, повышенная утомляемость. То есть вот сейчас такой вот пример приведу. Ну это больше женщин касается, да, там, которые дома что-то делают по дому. Поэтому вот если женщина обычную работу выполняет по дому, ну и у нее хватает сил, а тут она стала такой же объем работы выполнять, но сил стало меньше. И это такой как бы сигнал, что чего-то в организме не хватает. Она стала чаще утомляться, то есть от привычной работы, которую она обычно выполняет, она устает. И это как бы тоже сигнал к тому, что есть какие-то проявления дефицита в организме. То есть повышенная утомляемость, усталость, раздражительность. Это все также сказывается на нашей работе повседневной. Мы более не сдержаны, и это отражается на нашем организме, и мы испытываем тот же стресс. А кто более или менее подвержен дефицитарным состояниям? Хороший вопрос, потому что вот здесь всегда будут три основные группы, которые всегда будут во внимании врачей, врачей медицинской профилактики. Ну, первая, это основная, это дети, потому что они растут, и им нужно колоссальное количество энергии, чтобы вырасти, чтобы организм начал выстраивать тот же скелет. Поэтому, а что у нас происходит? Детки не любят овощи в основном, зеленью их не накормить, они больше булочки, конфеты. Поэтому вот дети, это как бы первая такая группа, на которую нужно обратить внимание и восполнять, и помогать им восполнять эти вот дефициты, потому что это растущий организм. Вторая, это огромная группа, это беременные женщины, потому что ей, женщине нужно выкормить не только себя, а еще человечка, который живет внутри. Поэтому вот акушеры-гинекологи, они прям тщательно должны смотреть за тем, чтобы у женщины не было дефицитных состояний. Ну, и женщины дорогие, если вы планируете беременность или уже не запланировали, но забеременели, есть сейчас очень много витаминов, которые необходимо пить во время беременности и восполнять те дефициты, которые есть. Ну, и третья группа, это у нас пожилые люди, потому что когда человек стареет, у него стареет не только кожа, но и внутренние органы. Поэтому происходит что? Плохое всасывание этих витаминов. В основном витамины всасываются большую часть в кишечнике, а так как пожилые люди уже плохо усваивают пищу, она плохо перерабатывается, поэтому это тоже очень важная часть населения, да, слой населения, которым нужно пристальное внимание по восполнению этих вот дефицитов. А почему наш организм такой умный, с одной стороны, вроде бы, все понимает, защищает нас, но не толкает к правильным продуктам? Ну, вы знаете, это вот все мозг наш. Это работа мозга, конечно, нас вот подставляет немножко, потому что мы вот понимаем, да, что нам нужен тот же, та же петрушка нам нужна, но торт же вкуснее, и мозг это понимает и говорит, ну, может, ты сейчас тортик поешь, зелень ты потом успеешь. И вот это вот такой вот хитрый наш мозг, он нам немножко неправильно подсказывает, но нужно делать усилия над собой и понимать, зачем мы едим торт, а зачем мы едим зелень. Как максимально быстро устранить дефицитарное состояние и помочь своему организму? Есть какие-то, может быть, советы? Да, есть такие, я выделила два основных принципа, это, ну, во-первых, это сбалансировать наш рацион, и первый принцип – это принцип радуги. Вот я всегда своим пациентам говорю, вот чем больше на вашей тарелке ярких продуктов, тем полезнее ваш рацион. Ну, допустим, давайте возьмем ту же морковку, оранжевый цвет, свекла, фиолетовый цвет, капуста наша российская, да, зеленый цвет, уже на тарелке три разных цвета. И стараться ягод добавлять в свой рацион, не пропускать приемы пищи, это тоже очень важно. И вот этот принцип, он легко запоминается, и у нас сейчас много есть продуктов разноцветных, и чем больше этих продуктов будет на тарелке, тем полезнее ваш рацион, и тем меньше вы будете испытывать дефицитных состояний. И второй принцип – это принцип ротации, то есть, что это такое? Многие девушки сидят на диетах разных, то есть, они неделю могут есть одну гречку. Это, конечно, неправильно, и вот этот принцип ротации как раз-таки позволяет нам, допустим, менять пару дней вы поели, два дня гречку ей, идите, она очень вкусная, она очень полезная, но все время ее есть нежелательно. Поэтому два дня вы поели гречку, два дня пшено, допустим, два дня рис. И вот так вот менять в течение недели продукты, чтобы они приносили больше пользы для нас, тоже помогут нам с восполнением дефицитов. Такой вот принцип. Спасибо вам за столь интересное и очень полезное интервью. Пожалуйста. Я напомню, у нас в гостях была врач медицинской профилактики, нутрициолог, диетолог Раиса Чукавина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова